всем здравствуйте я всех приветствую на своем канале своих любимых замечательно дорогих подписчиков и тех которые первый раз ко мне зашли на канал сейчас будет онлайн расклад и тема будет такая тема будет женская да у женщин единственная тема это любимый человек и так его планы на вас на сегодняшний день что он хочет от вас на самом деле его истинное отношение к вам на сегодняшний день я буду выкладывать шесть карт вам нужно будет чисто интуитивно выбрать одну карту и мы посмотрим какие у него планы его истинное отношение к вам подумать о своем любимом человеке представьте его образ понюхайте его мысленно почувствуйте его запах интуитивно выбираете одну карту и так его планы на сегодняшний день на вас его истинное отношение к вам вторая карта его планы на вас третья карта его истинное отношение к вам его планы на вас на сегодня и шестая карта и так понятно да 1 2 3 4 5 и 6 выбирайте одну карту чисто интуитивно слушайте себя включите свою интуицию отключите голову и включите чувство душу свою включите вот что она вам сейчас будет говорить как она вам будет сигналить на какую карту будет показывать то и выбирайте загадали выбрали давайте тогда будем смотреть и так кто загадал цифру номер один первая карта его его планы на вас его намерения вы знаете ваш мужчина не торопится а знаете почему не торопится потому что он пока еще не стоит твердо на ногах он зарабатывает деньги он собирает деньги он копит он хочет купить или квартиру или построить дом или скопить капитал или построить свой бизнес но он четко хочет стать на ноги понимаете для этого мужчины очень важно очень важно потому что но материалист это надо понимать тем более если ваш мужчина является земным знаком зодиаком это козерог телец дева это сто процентов я вам говорю что пока он твердо не станет на ноги он вас замуж не позовет и ничего вам предложить не сможет да вот у него планы стать самому на ноги дальше вы планы его планы по отношению к вам да это любовь это чувство это проявление эмоций он хочет вас боготворить он хочет вас любить он хочет чтобы ему помогали хотя бы просто морально хотя здесь денежные тоже идут какие-то денежные дела да здесь у нас рыбки а рыбки у нас деньги поэтому может быть он хочет чтобы вы как-то его направляли советовали он все сделает сам но вы направляете его потому что вы являетесь его сосудом сосудом где он как вода наполняется он принимает вашу форму но он является водой а вы его сосуд поэтому для него это очень важно может быть вы вместе работаете может быть вы строите один бизнес может быть вы ему уже помогаете в строительстве дома до или ремонта в квартире или еще как то может быть что-то связано с переездом да но его планы на вас в том что он хочет чтобы вы ему помогали построить тот фундамент дома где вы может быть будете жить вместе да почему может быть потому что это все таки я читаю только его планы это только его планы его истинное отношение к вам его истинное отношение к вам но здесь идет тройка до ой господи тройка мечей да а тройка мечей это у нас разбитое сердце это разочарование это страдание это переживание может быть он страдает от того что вы не свободны может быть он страдает от того что он не свободен да может быть он вам изменил и вы простите ему не можете то есть свечка уже потух может быть все таки идет здесь некая тема до того что есть все-таки между вами, да, вот этот в бочке меда, да, вот этот вот ложка дегтя, вот этот дегтя все-таки там какой-то есть между вами, но здесь уже нужно смотреть более глубже, да, но здесь и идет разочарование разбитой сердца, сердце, может быть, вы никак просить ему не можете. Дальше, ищу истинное отношение его к вам, да, но все-таки, в принципе, истинное отношение он на коне, он себя любит, это мужчина, возможно, эгоист, он себя любит, он должен быть первым, он должен быть хозяином, он должен быть лучшим, вы должны его восхвалять, вы должны, может быть, ему петь дифирамбы, вы должны ему говорить, что он самый лучший, что он неповторимый, что он потрясающий, что он мужчина-мужчина, и для вас бог и царь, да, и при всем этом вы должны ему помогать, вы должны его поддерживать вы его сосуд вы его сосуд если не будет вас что быть с водой вода будет непонятно где да везде будет а так она в сосуде вот вы этот сосуд но не может без вас человек да потому что мне только очень если вы его оставите вообще не потянуть что будет с ним но не понятно что будет с ним поэтому него планы за счет вас наверное подняться еще вверх и как бы вы там может быть его там я не знаю уже не мусолили когда мы поженимся когда мы поженимся он пока не готов он не готов пока потому что он должен чувствовать себя хозяином он пока не чувствует себя таким кстати мужчина жадноватые чтобы понимали мужчина копить деньги собирает деньги откладывает я не знаю может быть у него в банке несколько счетов но это такой тип это надо понимать так ну давайте еще посмотрим да что он хочет на самом деле от вас что он хочет на самом деле от вас карта правосудия хочет честности он хочет понимание он хочет чтобы все было знаете по закону по справедливости может быть он хочет кстати правосудия меня часто бывает брак или развод может быть он хочет брака с вами а может быть и развода хочет с вами я же не знаю до ситуации разные здесь общий расклад да Но в любом случае он хочет, чтобы все было по чести и достоинству, по справедливости, без хитрости, без обмана. Все хочет по достоинству. Дальше. Еще, знаете, здесь тема инь и янь. Это мужское и женское. Вот он хочет с вами вот это вот слияние мужчины и женщины. Понимаете? Для него это очень важно. Гармония, гармония. Так, кто загадал цифру номер 2? Итак, что у него планы какие? Ну, вы знаете, пока он очень жесткий, он очень холодный. Может быть, он хочет прекратить с вами отношения. Может быть, хочет, я не знаю, подать на развод, выяснить с вами отношения через суд, полицию, милицию, правоохранительные органы. Может быть, он в принципе с вами хочет поговорить. Очень жестко и конкретно решить какие-то проблемы, да, через разговор, через мысли, да, через, может быть, через какого-то посредника, может быть, еще через какого-то человека. Но здесь четко идут мысли, что холод, жесткость, разум, здесь все это преобладает. Здесь нету чувств. Дальше. Что он хочет от вас на самом деле? Он на самом деле хочет любви от вас, вы понимаете? Он любви хочет от вас, но он добиться, видать, не может. Может быть, кто-то из вас занят? Он или вы, вы ему простить не можете. А может быть, он вам простить не может, что у вас кто-то еще есть, да? Но здесь он хочет любви, я вам говорю 100%, этот мужчина от вас хочет любви. Хотите, верьте, хотите, нет. Говорю, как есть. Он хочет с вами отношений. Может быть, если это ваш нелюбовный, например, партнер, да, нелюбимый партнер, а может быть, это, например, на компаньон, то он хотел бы с вами дружеских отношений строить бизнес вместе или с вами общаться, или быть, так скажем, да, на одной волне, чтобы друг друга подпитывать, друг другу что-то давать, советовать, помогать, работать, взаимодействовать, понимаете? Здесь тоже может идти об этом речь. Но в классике, в классике, да, все-таки это любовь, это любовь, это чувства, эмоции, это нежность, это сексуальность, это открытость друг к другу. Вот это он хочет с вами слияния, опять же, как инь и янь, вот этого слияния он хочет. Дальше идем. Истинное отношение к вам, истинное отношение к вам. Он устал, он правда очень устал, у него сил нету. Может быть, он пытаясь что-то вам доказать, он из себя просто исчерпывает полностью, и у него сил уже нету. Может быть, у него вообще и работает, и вам что-то еще доказывает свою любовь. Действительно, у него просто застой, ничего он не хочет, он просто устал, потому что уже сил никаких нет. Кстати, может быть, этот мужчина на данный момент находится в разногласии с вами, не общается, не видится. Может быть, вы поссорились, может быть, поссорились еще зимы, кстати. Может быть, человек находится от вас в другой стране, в другом городе, потому что уже бессмысленно с вами общаться. Он хочет от вас любви, а не получается. Может быть, вы ему не доверяете. Может быть, вы ему что-то не договариваете, и он там уже себя накручивает. Вот и все, он устал уже, просто физически, морально. Он выдохся, вот как шарик, знаете, такой надувной. Когда ты с него уже откачаешься воздух, что там с шариком становится? Вот как шарик уже, выдохшись. Хорошо. Идем дальше. Кто загадал цифру номер 3? Смотрите, его планы, да? Ну, я бы сказала так. Он хотел бы все начать заново. Все начать сначала. Также здесь может быть, что его планы могут быть достаточно легкие по отношению к вам. То есть мужчина хочет легких отношений, ничего серьезного. А может быть, если вы уже были с ним в отношениях, может быть, он хочет начать их заново, по-другому, да? Ну, шут-дурак. Это у нас шут-дурак. Потому что делает что-то такое, о чем-то же не думает. Ступает ногой туда, где может провалиться. Понимаете, он может пойти, он идет на риск, так скажем, да? Он хочет пойти на этот риск. Он понимает, что вас, может быть, трогать не надо. Что вы женщина занятая, например, да? Да он готов пойти на риск. Да, вот так вот. А может быть, он просто хочет начать заново отношения. Может быть, он уже по обнулению, да? Карта шута – это ноль. Может быть, он уже все изменился. И он хоть, он как, знаете, как... Как та змея, которая теряет свою кожу, да? Бросает свою кожу, обменявшись. Она уже новая энергетика. Она уже другая совершенно. Может быть, он точно так же считает, что я уже другой. Все. И характер поменял, и внешность там, например. И вырос уже, да? То есть вот так вот. Но так же может быть, что мужчина хочет легких отношений, легких, никаких законных, никакого брака, никакой женитьбы и жить вместе. Просто легких отношений. Встречи, свидания, секс иногда. И все. И все. И он свободен, как гусь лапчатый. Понимаете? Хорошо. Его планы еще. Давайте посмотрим его планы еще. Да, его нет никаких планов. Повешены. Нету никаких планов. Он сам не знает, что он хочет. Вы знаете, он даже не прилагает никаких усилий. Хотите вы? Ну, давай, типа давай. Ну, не хочешь? Ну, дай мне не проблема. Слушай, я там сейчас на другую найду. То есть вот такое отношение немножко, знаете, расхлябанное, я бы сказала. Что он хочет от вас на самом деле? Ну, здесь идет тройка жезлов, да? У меня часто это говорит карта на какое-то ожидание. Человек ждет кого-то. Может быть, он ждет вас. Может быть, вы находитесь на расстоянии. Если вы интернет, переписка у вас, интернет-знакомство, да? Может быть, вы в одном городе, он в другом городе, да? В другой стране. И он ждет, когда вы там решитесь к нему приехать или его позвать, да? А может быть, действительно какие-то бумаги, документы он ждет, когда уже там визу штампанут, там, да, я не знаю, там, шенгенскую визу поставят. То есть какие-то вот такие планы, чтобы встретиться с вами, увидеться с вами. Но я еще сказала бы, знаете, сейчас на данный момент он практически ничего делать не хочет. Он в ожидании. В ожидании чуда его жизни. Может быть, он хочет, чтобы это чудо вы сделали для него. Такой тоже вариант может быть. Потому что по шуту дураку здесь что угодно можно думать. Дальше поехали. Его истинное отношение к вам. Его истинное отношение к вам. Это месть. Месть – это месть, потому что что-то он вам не может простить, да? А в любви, как на ванне, все средства хороши. Я постоянно об этом говорю. Потому что здесь пятерка мечей. Вот и все. И здесь говорят о том, что человек как будто не может вам что-то простить. Что вы, может быть, за него что-то не делаете, не вызываете, его не приглашаете, вы к нему не приезжаете сами. То есть, понимаете, да, вот как-то вот обида. Обида, месть, подлости какие-то. Он готов все, пойти на все это. Давайте еще посмотрим, интересно. Его истинное отношение к вам. Да, он вас забыть не может. Вы настолько вкусная, мягкая, теплая женщина, хозяюшка. Вы такой кулинар, это просто объедение просто. Вы на кухне такие запахи вкусные. Вы умеете прекрасно одеваться. Вы женственная, вы такая хозяюшка хорошая, да? И у вас хорошая интуиция. Вы советуете. Вот вы, от вас идет действительно теплота женская. Вы твердо стоите на ногах. Вы умеете зарабатывать деньги. Скорее всего, может быть, ему тоже давали какие-то советы. Или помогали ему, может быть, материально, да? И он это знает. И с одной стороны, понимаете, он хочет такую женщину на блюдечке с голубой каемочкой. И ничего для этого не делать. Чтобы эта женщина такая, как вы, сама за ним бегала, понимаете? Ну, хочет он. Вот хочет он такого вот. Чтобы вы у него на услужении всегда были, знаете? Как золотая рыбка, да? Так что вот так вот, да? Я всегда люблю говорить, и рыбку хочет поймать, и ножки не замочить. А так не бывает. Ну, вот. Потому что вы настолько красивая, женственная очень, да? Видать, он другую такую найти не может. И злиться от того, чтобы, блин, ну как я не могу ее в постель-то затащить? Да, вот как же не поддается она мне? Вот и злиться. Хорошо. Дальше. Кто загадал цифру номер 4? Так, его истинное отношение к вам, да? Вы знаете, он радуется, как ребенок. Ну, это же шестерка кубков. Ну, это же детская карта. Он радуется, как ребенок. Он вас видит. Он вообще, он такие эмоции испытывает. Ну, потому что вам есть, наверное, о чем поговорить. Там, посмеяться. Там, я не знаю, может, поржать над чем-то, да? Или, например, там, поругаться, например. Тоже вкусно. Я представляю, как вы вкусно ругаетесь. Просто таким, знаете, ох, задором. А потом так же и меряетесь вкусно. Ну, то есть вы на одной волне. Может быть, вас связывает очень многое. Я не знаю, может быть, вы были в прошлом соседи, учились в школе, в садик вместе еще ходили, там, в университете еще вместе учились на одной парте, да? То есть вас, может быть, связывают года, 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 года. Может быть, у вас у обоих уже давно семьи, да? Или же, может быть, кто-то из вас за это время уже развелся. Ну, факт тот, что вы с ним на одной волне, и он это прекрасно понимает, он этот вот тащится. Ну, круто же, да? Круто, когда ты находишь своего человека. Вот вы его свой человек, он так считает. Дальше. Так. Что он от вас хочет на самом деле? Что он... Ну, две карты выпадают. Что он хочет от вас на самом деле? Он хочет красивого секса, сногсшибательного. И чтобы это было часто, это было что постоянно. Понимаете? Потому что, ну, опять же, опять же повторяюсь. Это же круто, когда ты находишь такого же человека, как ты сам. Правильно? Это же круто. Потому что в жизни очень редко такое бывает. Ты не любовь находишь, а своего человека, который тебя может понять в любом виде. Когда ты, я не знаю, пьян, трезвый, или ты в плохом настроении, в хорошем. Вот вы, вот то же самое. Он в вас видит своего человека, и с которым он хочет заниматься сексом. Он хочет любви, он хочет эмоций, он хочет романтики. Вы уже как-то, знаете, вот, ну, я не знаю, вот, с чем можно сравнить даже. Вот, ты это я, я это ты. Знаете песню так, да? Вот здесь идет эта песня, очень хорошо между вами. И здесь старший аркан солнца. Как будто он хочет обладать вами. И для него это такое, знаете, великое счастье. Может быть, он ведет себя как-то, как эгоист. Это тоже может быть, да? Это тоже может быть. Но ему с вами хорошо. Ну, от этого никуда не деться. Ему с вами хорошо. На одной волне он получает удовольствие. Может быть, с другой женщиной, там, и вообще в жизни. Он этого не видит. Он именно с вами получает удовольствие от жизни. И у него планы, да, наверное, может быть, у вас никогда секса еще не было. Но он хочет затащить вас в постель. Да, и у него прям, знаете, прям вот, прям вот это как идея фикс. Обязательно я это сделаю. Я обязательно ее затащу в постель. Обязательно по-другому здесь быть не может. Она обязательно будет моей любовницей, да? Или это обязательно будет моя женщина, с которой я буду встречаться, или там какие-то отношения буду строить. Это я сейчас говорю в его мысли. Хорошо, дальше. Его истинное отношение к вам. Его истинное отношение к вам. Ну да, девятка купов. Наслаждаться жизнью, получать с вами удовольствие. Потому что, скорее всего, вы такая вообще женщина. Это просто потрясающе, сногсшибательная. У меня просто нету слов. Сейчас я начну все перечислять, у меня камера сядет. Просто вы настолько вообще просто женщина-женщина. И я думаю, что таких женщин очень мало. Но вы вот единственная, которая прям просто потрясающая. вкусная, сладкая такая, кисленькая такая, девочка-девочка. Прям понимаете? И он с вами хочет получать удовольствие. Вы ему подходите. Я вам говорю точно. Не знаю, были вы с ним в постели, не были. Но он прям вот жаждет. Ему это очень нравится. Он этого хочет. С вами хочет. И он хочет постоянно получать с вами удовольствие. Но давайте еще спросим. Истинное отношение к вам. Он счастлив. Вы ему идете как награда. Потому что, знаете, он как-то разумом понимает, что вы ему нужны. Что вы ему Богом, может быть, даны. Он это разумом понимает. Может быть, он долго к этому шел. Может быть, он долго к вам присматривался. И он пытался, может быть, долгое время вас завоевать. И у него это, может быть, получилось. А сейчас, может быть, и получается. Все-таки здесь общий расклад. Мне трудно говорить в прошедшем или в настоящем времени. Но в любом случае, этот мужчина пытается вас завоевать. И он считает, что вы достойны его. А он достоин вас. Вот здесь опять. Ты мне, я тебе. В хорошем смысле этого слова. Я ты, ты это я. Вот опять же. Все, ладно, дальше. Так, кто загадал цифру номер 5? Охи, ну здесь вообще идиллия. Здесь вообще семья. Вот здесь и семья. В браке вы, не в браке вы. Это не в этом суть. Здесь суть в том, что здесь и человек с вами на одной волне. И вы его близкий человек, родной человек. Понимаете? У меня тоже есть такие люди, которых я считаю, что они родные. Просто родные. Но по-другому и быть не может. Потому что они со мной годами идут вместе. Как они не могут быть мне родными? Это человек мне родной. И здесь то же самое. Здесь вы идете ему как родной, близкий человек. В любом случае. Ему с вами хорошо. В депрессии он, в радости. Ему с вами так кайфно вообще. Вы просто вот как-то вот. Вот то, что я и здесь говорила. Ты это я, я это ты. Вот здесь у вас то же самое. Да? Вот свой человек. Ну в принципе здесь, в основном, кто здесь выбрал, это семья. Ну может быть и... Может быть он строит с вами планы на семью. Может быть он хочет с вами жениться. Да, это тоже может быть. Хорошо, дальше. Так. Что он хочет от вас на самом деле? Что это мужчина с вами хочет? Так. Что он хочет на самом деле? Так. Что он хочет от вас на самом деле? Вы знаете, ну я могу сказать так. Он хочет, чтобы вы, наверное, ни в чем не нуждались. Он хочет, знаете, заполнить вашу пустоту. Вот так бы я сказала. Этот человек хочет заполнить вашу пустоту. Не знаю, как хотите, принимайте это. И я не могу сейчас сказать, вы с ним в отношениях или вы расстались, или вы уже сто лет с ним не виделись. Этот человек хочет заполнить вашу пустоту. Может быть вы с ним расставались, может быть вы его выгоняли. Может быть что-то такое происходило, где вы не были вместе. И он это прекрасно понимает. Он понимает, знаете, что вы его любимый человек. И то, что вы расставали с ним, в вашей душе до сих пор может быть холод, одиночество. И он пытается как-то ее заполнить какими-то движениями. Я не знаю, там купить вам что-то, да, или подарить вам. Или признаться любви. Или, я не знаю, подарить вам всю вселенную, да, чтобы вы хотя бы немножко оттаяли и были с ним еще больше счастливее. Счастливее, понимаете. Ну и вот я вот так вот вижу. Я вот так вот вижу. Хотя здесь все-таки общий расклад. Интересно, давайте еще посмотрим, что он хочет же на самом деле еще от вас. Да, я была права. Он хочет вам подарить вселенную, да, космос. Он хочет для вас что-то сделать. Может быть, я не знаю, переехать, помочь переехать, чтобы вы к нему приехали. Или с вами вместе отправиться куда-то в путешествие. Отдохнуть, да, немножко расслабиться, чтобы вы расслабились, да. Может быть, вы после долгой ссоры опять с этим мужчиной соединяетесь, да. Вот такой вариант тоже может быть. Дальше. Его истинное отношение к вам. Его истинное отношение к вам. Да, человек-собственник, человек-ревнивец. Он вас не отпустит ни в коем случае. Что бы ни случилось. Даже если вы будете кричать и рыдать, отпусти меня, он не сможет сделать, потому что это мужчина очень к вам сильно привязан. Вы его воздух, вы его вода, да, вот, вы его земля. Я не знаю, что еще перечислить здесь. Вы для него все. И мужчина не может отпускать. Он сам по себе такой достаточный мужчина, который умеет держать, удерживать. И он вас отпускать не хочет и не собирается. Его истинное отношение держать вас в руках. Может быть, здесь, знаете, проигрывается роль собака на сене, да, из фильма «Собака на сене», да. Когда она ни себе, ни кому, да. Может быть, здесь то же самое, не знаю. А может быть, вы в браке с ним, и он за вас держится, он вас отпускать не хочет. Все, понятно, туда вот его истинное отношение к вам. Дальше, кто загадал цифру номер шесть? Так, время есть еще. Его истинное отношение. Ну, я бы сказала, что семья, может быть, он с вами хочет построить семью. Ну, и здесь еще достаток, достаток в семье. Человек, который приносит в дом деньги, который обеспечивает, который хочет купить. Может быть, вам дом, квартиру хочет купить, машину хочет купить, подарить вам что-то хочет, да. Давайте уточним кое-что, что он от вас хочет на самом деле. Так, так, так. Ну, я бы еще сказала, что он, может быть, ребенка хочет. Ребенка хочет, и он ждет. Он ждет какого-то момента, когда он сможет вас обеспечить, чтобы жениться на вас. Он хочет, скорее всего, семью и ждет. Деньги ждет, дома ждет, когда построится. Я не знаю, когда он там машину купит, или когда он карьерный, да, карьерный рост, то есть там что-то такое будет, да, в плане работы. Когда человек твердо будет стоять на ногах. Так, что он хочет от вас на самом деле? Что он хочет от вас на самом деле? Что он хочет от вас на самом деле? Ну, я бы сказала, он хочет здесь, может быть, какого-то разговора с вами поговорить, и поездка, дорога, дорога, дорога. Что, может быть, вы к нему приехали, или он к вам приехал, да. Он хочет поругаться, выяснить отношения. Почему вы от него уехали, например, переехали, его бросили. Да, он в недоумении находится, что такое, ты что, потерпеть не могла, уже скоро дом закончится, да, может быть, вот такая тема здесь проигрывается. Почему ты все берешь в бразды правления на себя? Я что, не мужик, что ли? Ты женщина, почему ты и так меня не уважаешь? Здесь тоже может эта тема проигрываться, да. Но здесь конфликты, здесь конфликты. Может быть, здесь идет обращение к полиции, милиции, юстиции, правоохранительным органам. Да, может быть, вы на него подаете, а он понять не может, да что это такое вообще? Или он хочет, может быть, на вас подать? Вот, это все-таки общий расклад. Я только пытаюсь, да, здесь немножко разобраться, что там у вас происходит, что на самом деле, да, он хочет от вас. Может быть, он хочет, чтобы вы уехали, например, тоже специально, или приехали обязательно к нему, да. Но здесь четко колесница, это дорога. Его истинное отношение к вам, его истинное отношение к вам. Но он строит какие-то планы насчет вас. Да, посмотрите, у вас все здесь кружится. Все здесь кружится. Деньгами. Деньги, деньги, замешанные постоянно деньги. Но я четко разобраться не могу, потому что карты падают очень игриво. Игриво. Многогранно падают. Если сейчас я буду все это перечислять, у меня камера сядет. Но я могу сказать, что, может быть, он хочет, что что-то с недвижимостью связано. Может быть, чтобы он действительно построил дом, может быть, за ваш счет, и вы приехали к нему. А может быть, он у вас хочет отобрать недвижимость, да. Ну, здесь что-то связано с деньгами. Деньги, имущество, положение, дом, квартира, золото, машина. То есть, все имущество, да. И он строит какие-то планы для себя. Может быть, чтобы забрать у вас. А может быть, подарить вам. Да, здесь как-то вот так. Здесь я еще так скажу. Будьте аккуратнее. Здесь мужчина мутный. 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 Его трудно понять. Очень трудно. Так вы знаете, как в тихом умоте черти водится. Непростой здесь мужчина, непростой. Вот и карты также падают, понимаете. Нету чистоты помыслов. Такой какой-то, так ощущение, как будто высокопоставленный человек, который работает на взятках. Не знаю. Может быть, ошибаюсь. Но я говорю, как чувствую по картам. Какой здесь мужчина? Здесь мужчина меркантильный. Любит деньги. Но здесь нужно уже смотреть индивидуально. Если вы попали на шестую позицию, и хотите разобраться, обращайтесь ко мне, будем смотреть. Здесь немножко сложная ситуация. И мужчина, и вы, и общая характеристика такая. Немножко сложная. Ну, в принципе, вот такой был расклад. Девочки мои красавицы, я думаю, вы теперь будете знать, какого у вас мнения мужчин, что они вас хотят. Потому что это на сегодняшний день, что от вас хотят сегодня мужчины, как они вас видят. Истинное отношение к вам и так далее, и так далее. Я всем желаю всего хорошего. Спасибо, что смотрите меня, что остаетесь со мной. Я вас всех люблю, всех обожаю. Будьте счастливы. Спасибо. До свидания.